В эфире ежедневный выпуск информационно-аналитической программы «День города» в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Перворабочий день подошел к концу, и мои коллеги готовы поделиться со зрителями последними новостями. Смотрите сегодня. Сто лет Константину Симонову Рязань посетил сын советского поэта и писателя. И вновь о фонарях. Рязанские автомобилисты провели акцию, чтобы еще раз напомнить властям о проблеме уличного освещения. В Рязани начались мероприятия, посвященные столетию легендарного советского поэта, писателя, военного корреспондента Константина Михайловича Симонова. Симонов Кирилл от рождения был одним из самых именитых писателей советских времен. Шесть раз ему вручали сталинскую премию. Стихотворение «Жди меня», написанное Симоновым в годы войны и посвященное звезде советского кино Валентине Серовой, стало настоящим символом верности. В пятницу наш город посетил сын поэта Алексей Кириллович Симонов. Атмосфера встречи была задана самими обстоятельствами. В лицей номер два, где проходил творческий вечер, как практически и во всем районе отключили электричество. И вместо запланированных изначально презентаций музыкального сопровождения, участники и гости мероприятия сидели в темноте и лишь фонари видеокамер освещали аванс-сцену. Так даже уютнее получилось. По крайней мере, главного гостя, Алексея Кирилловича Симонова, отсутствие освещения нисколько не смутило. Вместе с выступавшими школьниками, курсантами училища ВДВ и ветеранами читал стихи отца и пел песни, основой которых стали произведения поэта. Светил за тебя, дорогую подругу мою. Эта вера, как пули меня, темной ночью хранила. Цель моего визита – отметить в гимназии, в которой учился отец, его столетие. Сам Алексей Кириллович сегодня ведет активную общественную деятельность. Возглавляет фонд защиты гласности, является членом Совета при президенте Российской Федерации по защите и развитию институтов гражданского общества и правам человека. Писатель, кинорежиссер. Бесспорно, Константин Михайлович сделал огромный вклад в будущее сына. Ну, как и всякий папа, он был разным папой, потому что в определенные периоды времени он был далеким папой, потом был близким папой, потом уже перестал быть папой, потому что мне уже стало много лет. И как он подытожил, так получилось. В общем, мы стали скорее друзьями. Это уже было в последние 10 лет моей жизни вместе с ним. Он умер, когда мне стало 40. Так что это, в общем, было довольно давно. Ну, в общем, он был разный, как и всякий папа, в каждой разной жизни. Поэтому, ну, он был, ведь он был Симоновым, а я был сын Симоновым. Это разные, я бы сказал, такие человеческие характеристики. В этом смысле он с него добивался сам, а мне вроде это подносили, как говорится, прямо вместе с фамилией. Поэтому и воспитание было разное. Ну, ничего, нашли, не поссорились до конца жизни его жизни, по крайней мере, дружили. А то, что я сегодня представляю его здесь, свидетельствует, что и после его смерти мы тоже продолжаем, в общем, друг к другу относиться с огромным уважением. Как говорил сам писатель, Рязань для него значила очень многое. 10 лет детства, 3 года школы, а позже несколько месяцев в Солочи и кругом нее, рядом с таким чудесным знатоком родной нашей природы, как Константин Георгиевич Паустовский. Симонов знал правду о войне, о людях войны и рассказал о ней и о них в силу своего таланта и понимания. Работая над темами войны, Симонов думал, как уберечь мир от нового военного безумия. И сегодня его слова как никогда являются показательными. Лучше жить в мире, чтобы матери не ждали сыновей, а дети не росли без отцов. Министерство финансов Российской Федерации предложило Владимиру Путину два варианта сокращения бюджетных расходов. Оба подразумевают повышение пенсионного возраста уже с 2016 года и отмену пенсии работающим пенсионерам. Чиновников эти изменения коснутся однозначно. Стоит ли воспринимать продление деятельности госслужащих показательным маневром? И как горожане восприняли прошедшую информацию? Иван Крестьянинов узнавал у рязанцев. Экономика в стране под угрозой и спасти ее должны пожилые люди. Снова в бой идут одни старики. В России на самом высшем уровне вновь обсуждается вопрос об увеличении пенсионного возраста. Для женщин с 55 лет, а для мужчин с 65. Несмотря на то, что премьер-министр уже пообещал, что данная мера недавно была принята только для госслужащих, однако россияне все равно беспокоятся за свой достаток в пенсионный период. Впрочем, и в этом вопросе нет единодушия. Я отношусь отрицательно к этому. Потому что в нашей стране, ну как сказать, не такие уж условия, чтобы продолжительность жизни так, сами знаете, не очень большая. Вот понимаете, а где молодежи тогда работать экономически? Вот пенсионеры, грубо говоря, 55 лет, да, они будут сидеть. А вот молодежь заканчивается вузы, все, куда идти? Так сейчас предприятия все стоят. Им куда идти? На рынок? Где молодежи работают? Да, воякое мнение. С одной стороны, я понимаю, что вроде бы надо, с другой стороны, конечно, не хочется. Когда средняя продолжительность жизни мужиков у нас будет больше, 65 лет устойчиво, тогда можно повышать, наверное, пенсионный возраст. Экономисты считают, что это необходимая и вынужденная мера. Экс-министр финансов Российской Федерации и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста в России в нынешних экономических и демографических условиях просто неизбежно. По его мнению, повышение пенсионного возраста для всех граждан хотя бы на один год способно высвободить более 250 миллиардов рублей на бюджетные расходы. Повышение пенсионного возраста, если это происходит в комплексе каких-то мер определенных, то может быть вполне позитивным шагом. Но поскольку никаких других мер пока не предлагается, то это выглядит как желание государству забрать больше денег у населения. Во многих странах мира выход на пенсию для мужчин 68 лет. В Японии и мужчины, и женщины уходят на заслуженный отдых в 70 лет. Но справедливости ради стоит отметить, что и продолжительность жизни в этих странах намного выше, чем в России. В той же Японии более 80 лет. Я не думаю, что это будет сделано до выборов в Государственную Думу, потому что они должны пройти спокойно и без дополнительных негативных трендов, которых и так сейчас хватает. А после выборов, когда у депутатов Государственной Думы и у политических партий будет в запасе еще 5 лет, это вполне возможно. Получается, что в ближайшее время переживать по этому поводу не стоит. Во всяком случае, так уверяют эксперты. Ну а как дело будет обстоять позже, неизвестно. Волны обсуждения этого вопроса появляются с неутомимой периодичностью. Иван Крестьянинов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Автолюбители и активные пользователи популярного сообщества одной из социальных сетей провели акцию против плохого освещения дорог и пешеходных переходов. По мнению многих рязанских автомобилистов, новые диодные фонари, недавно установленные в городе, не дают необходимого для безопасной езды освещения. Отсюда, само собой, вытекает бесчисленное количество иных негативных последствий, перечислять которые можно неприлично долго. Подробнее об акции смотрите в следующем сюжете. Активисты группы подслушного водителя Рязани провели акцию против плохого освещения дорог и пешеходных переходов. Об этой проблеме не только они говорили уже неоднократно, но, увы, она так и не решается. Они, как настоящие воины света, вышли сегодня на борьбу против тьмы. Основная цель сегодняшней акции, чтобы улицы нашего города были хорошо освещены. И чтобы аварий, которые были из-за плохой видимости, больше не было. Идея этой акции пришла нам достаточно-таки спонтанно. Наверное, после одного из громких происшествий на улице Интернациональной, когда водитель управляет транспортным средством на пешеходном переходе, ввиду плохой видимости совершил наезд на пешехода. Очень жаль, что городские власти не обращают должным образом внимания на освещение, в первую очередь, пешеходных переходов. Установили современные фонари. Все хорошо. Внешне очень красивые, не спорим. Но света от них абсолютно никакого. Тем более, в такую погоду практически ничего не видно. С учетом грязи, которая летит постоянно в лобовое стекло. Фонари, которые недавно установили по всему городу, не предназначены для освещения больших участков дорог и проезжей части. Это уже поняли и в правоохранительных органах. Но пока чиновники разбираются, кто виноват и что делать, рязанцы по-прежнему рискуют своей жизнью, переходя такие дороги, как возле спортивного комплекса «Золотые купола». У нас действительно в городе очень большая проблема с освещением обстоит. Причем надо делать не комплексное освещение, нужно делать так же, выделять остановочные пункты, надо подсвечивать сильнее, надо подсвечивать сильнее пешеходные переходы. В связи с этим, я думаю, что у нас все-таки меньше станет количества жертв, в ДТП, потому что в данный момент, в этом месяце, это актуально как никогда. Я надеюсь на то, что данной акцией мы наконец-то сможем показать нашей администрации города о том, что проблема очень действительно большая. И я думаю, что что-то изменится. Блогеры проводят такую акцию не в первый раз. Говорят, что если власти города наконец-то не решат эту проблему, активисты будут и дальше организовывать такие мероприятия. Возможно, даже это уже будет автопробег против неосвещенных дорог. Ольга Харламова, телекомпания «Город». Далее Алена Куколева расскажет о новостях экономики. За долги автомобилистов предлагают лишать водительских прав. Речь идет не только о просрочке выплат по алиментам. Наказывать будут и тех, у кого накопились долги более 10 тысяч рублей и по штрафам ГИБДД, налогам или по судебным решениям. В этом случае пристав обязан будет уведомить о возможном лишении прав. Если должник в течение пяти дней не оплатил, то материалы будут направлены в суд. После чего действия водительских прав приостановят. Если автолюбителя в это время поймают за рулем, то ему грозит более суровое наказание. Он останется без удостоверения на год. Закон может вступить в действие уже в январе 2016 года. Страховщики пересчитали цены запчастей. С 1 декабря вырастет размер компенсации ущерба после аварии, который выплачивают в рамках ОСАГО. Для этого Российский союз автостраховщиков пересчитал средние цены запчасти, норма час и материалы. Средняя стоимость комплектующих выросла на 5-7%. Норма час для недорогих марок на 10-13%. Связано это с тем, что с 1 декабря пройдет актуализация справочников средней стоимости запчастей, материалов и норма часа работ. Напомним, что справочники используются с декабря прошлого года для того, чтобы исключить спорные ситуации между страховщиками, автовладельцами и независимыми оценщиками. Раньше при подсчете размера компенсации применялись различные механизмы расчета, что приводило к спорам, в том числе и в судах. Справочники были призваны эту проблему решить. Пробить среднюю цену деталей, норма часа или краски можно на сайте РСА. Если сравнивать с декабрем 2014 года, то применяемые цены выросли в среднем на 20%. Рязанская область вошла в число регионов с минимальным уровнем цен на социально значимые товары. Исследования проводились в Минэкономразвитии России в 85 субъектах. По итогам рейтинга в октябре 2015 года Рязанская область вошла в число регионов, где отмечен один из самых низких уровней цен на социально значимые товары, заняв 73 место в России. Напомним, к социально значимым товарам относятся говядина, свинина, баранина, куры, мороженая рыба, молоко, сливочное масло и подсолнечное, чай, мука, хлеб, яйца, сахар, соль, рис, пшено, крупа гречневая, вермишель. Из овощей картофель, капуста, морковь, лук речетый, из фруктов только яблоки. Автополицейские сообщают подробности ДТП на улице Высоковольтной, виновником которой стал нетрезвый водитель. О том, что садиться пьяными за руль нельзя, говорится постоянно, да и любой нормальный. Человек, в принципе, и сам должен это понимать. Без каких-либо бесконечных напоминаний из уст сотрудников дорожной полиции. И тем не менее, дорожно-транспортные происшествия с участием нетрезвых водителей продолжают происходить. В минувшую субботу из-за любителя пьяной езды пострадали два человека, один из которых ребенок. 21 ноября в 16 часов 20 минут в городе Рязани, напротив дома 16 по улице Высоковольтная, 47-летний рязанец, управляя автомобилем ГАЗ-3110. Не справился с рулевым управлением и съехал на тротуар, где врезался в дерево, а после этого сбил пешеходов, находящихся на тротуаре, 29-летнюю женщину и ее 4-летнюю дочь. В результате ДТП девочка доставлена в больницу, а ее матери, бригадой скорой помощи, помощь была оказана на месте происшествия. При проведении освидетельствования на стационарном посту ДПС у водителя Волги установлено состояние алкогольного опьянения. Это все новости, которыми я и мои коллеги успели поделиться с вами. Смотрите далее, как обычно, программу подробностей. Ну а день гордо прощается со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok